Как правило, они толком ничего не смотрят. Они сразу же начинают рассказывать страшилки. Вот вы знаете, очень часто взрывается газ. В квартиру к Людмиле Крючковой лжегазовики и их коллеги приходят регулярно, а по тому манеру их поведения женщина давно изучила. Накануне очередной незваный гость снова пожаловал к ней в дом, однако даже на порог своей квартиры человека в спецформе она не впустила. Я его спросила, что конкретно будет проверять. Он ответил, газ, электропроводку и вытяжку. Это есть специальные предприятия, свои специалисты, поэтому я его стала немножко, как говорится, экзаменовать. Он в основном только, знаете, страшилки рассказывал, ничего, знания у него нулевые. После визита нежданного гостя Людмила Федоровна обратилась с заявлением в полицию. Между тем псевдогазовики одолели и ее пожилых соседок. Кому-то обещали продать прибор по рекордно низкой цене, других запугивали взрывами и пожаром. Однако в их уговоры люди давно не верят. Понят, открываешь, я их не пускаю. К государственной службе Гургаз такие газовики отношения не имеют. Как правило, предложениями купить газоанализатор промышляют сотрудники компаний, основанных индивидуальными предпринимателями, либо юридическими лицами. Чтобы пообщаться с сотрудниками организации, которая посылает лжегазовиков продавать казанцам газовое оборудование, мы узнали адрес компании. Согласно сведениям о госрегистрации, она находится здесь, на Мусино-71. В документах даже указан номер офиса. Однако на самом деле по данному адресу в Казани расположен жилой дом, и никаких офисных помещений в нем вообще нет. Однако на самом деле действия псевдогазовиков не противоречат закону, если бы только приборы, которые они продают, действительно работали, отметили сегодня в Роспотребнадзоре. С подобными заявлениями в ведомство обращаются уже два года. Как правило, данные приборы не соответствуют требованиям технических регламентов в части безопасности. И по данным фактам управления были приняли меры административного реагирования, и виновное лицо было привлечено к административной ответственности. Конечно же, они не имеют права осуществлять подобный проверок газового оборудования, поскольку договор у потребителей уже имеется с непосредственной газовой службой. Между тем, из-за таких визитов уже газовиков казанцы перестали пускать в дома газовиков настоящих. Напомним, госинспекция о приходе своих сотрудников всегда предупреждает заранее объявлением в подъездах. Сейчас очень много ходит организаций, которые представляются службами и по указанию Горгаз, и предлагают всевозможные приспособления, оборудование установить на газ. Люди пускают их, потом уже из-за этого не можем попасть мы. Прежде чем впустить в квартиру незваного гостя, эксперты советуют позвонить в газовую службу и уточнить, действительно ли сегодня по вашему адресу проходит проверка оборудования. И обязательно потребовать у газовщика удостоверение, после чего сверить фото на нем с лицом вашего визитера. В этом случае риск нарваться на мошенников намного меньше, предупреждают в Роспотребнадзоре.